Всем привет! Это Денис Артёмов, главный редактор сайта mzk1.ru. В ожидании следующего большого сюжета небольшое видео. 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту был убит политик Борис Немцов. Убийство произошло примерно в 23.30. Незадолго до этого Немцов встретился в кафе в Гуме с украинской моделью Анной Дурицкой, с которой встречался последние два с половиной года. С ней он и был на Москворецком мосту, когда к паре подбежал мужчина и расстрелял Немцова. От полученных ранений Борис скончался на месте. Киллер между тем скрылся на автомобиле. Между тем убийство было зафиксировано единственной работавшей на тот момент в районе видеокамерой, записи с которой были показаны по каналу ТВЦ. Однако на видео трудно разглядеть даже силуэты людей, не то чтобы утверждать, кто действительно попал в объектив. Самого момента убийства, что интересно, на записи нет. Он оказался скрыт некстати подъехавшей снегоуборочной машиной, которая медленно ехала, словно сопровождая Немцова и его спутницу. А когда непонятно откуда появился киллер, машина вообще остановилась, как раз поравнявшись с Немцовым и, соответственно, закрыв весь обзор. Через две секунды после этого из-за машины выбежал убийца и бросился прочь, а Немцов уже лежал на мостовой с огнестрельными ранениями. Киллеру, судя по этому обстоятельству, хватило всего лишь две секунды, чтобы произвести шесть выстрелов из пистолета Макарова, когда скорострельность Макарова – 30 выстрелов в минуту. На шесть выстрелов из этого пистолета потребовалось бы 12 секунд, но никак не две. Можно, конечно, предположить, что убийца одновременно стрелял сразу из двух пистолетов, с двух рук, по-македонски, как говорится. Тем более пистолет на месте преступник не бросил, а оставленные им гильзы вызвали у экспертов и следователей только вопросы. Все патроны, использованные киллером, оказались калибра 9 мм, но произведенными в разное время и разными предприятиями. Четыре патрона были выпущены в 1986 году, два других, судя по маркировкам, в 1992. Вполне возможно, что было два пистолета, но опять же двух секунд не хватило бы для шести выстрелов и в данном случае. Следствие склонялось к стрельбе всё-таки из одного пистолета, а нахождение в обойме патронов разных производителей и годов выпуска могло свидетельствовать о том, что их, образно говоря, собирали со всех карманов, то есть убийцы имели весьма ограниченный доступ к боеприпасам. Между тем, судя по показаниям подруги Немцова, несмотря на то, что убийца стрелял практически в упор, из шести выстрелов в тело попало только четыре пули. Промахнуться профессиональному киллеру в такой ситуации было нельзя, но и пользоваться при заказном убийстве пистолетом Макаровым явно профессионал также не стал бы. Странным образом, тело не было отброшено медленно летящей массивной пулей пистолета Макарова диаметром 9 миллиметров и весом 10 грамм. Обычно человек после первого же попадания падает на землю. В расчёт не берётся кинематограф, где человек способен стоять и после разряда в него полного магазина. А Немцов, словно герой боевика, стоял и когда в него попадали следующие пули. И только после четвёртого ранения упал. И не вперёд, куда должен был быть отброшен выстрелами, а на спину. Тут ещё одна странная деталь, которая могла бы обратить внимание любого криминалиста. Около тела не было крови. Вообще. Словно стреляли из специального малокалиберного оружия. Но и в этом случае была бы кровь, судя по положению тела. Ведь упал политик не на живот, а на спину. А пуля от пистолета Макарова оставляет достаточно большое входное отверстие. А значит и кровь должна была быть. Дальше эксперты, уцепившиеся за отсутствием крови, говорили, что согласно официальному заявлению, смерть наступила через 2 минуты после покушения. За это время сердце человека прокачивает 12 литров крови. У Немцова на спине 3 входных отверстия, на животе 2 выходных. Через эти отверстия, если они были сделаны на месте преступления и при жизни человека, должна была вытечь почти вся кровь. Тело должно было буквально лежать в луже, как это всегда и бывает при огнестрельных ранениях. Но здесь следует учесть, что пули, выпущенные в спину, попали в голову, в сердце, в печень и в желудок. И так как было повреждено сердце, главный насос для перекачки крови в теле человека, то сердце остановилось и кровь не поступала в вены и артерии. Это при оторванных или поврежденных конечностях сердце работает и выталкивает из человека кровь. В общем, многие факты от времени, которое понадобилось киллеру для совершения убийства до отсутствия крови и оставления в живых главной свидетельницы, позволили некоторым экспертам считать, что убийство Немцова произошло за три часа до того, как он появился на мосту. Якобы он мог быть кем-то схвачен, затем расстрелян где-то из пистолета Макарова, которым киллеры практически не пользуются и на той самой снегоуборочной машине доставлен на мост. Тех двух секунд, когда машина остановилась и затем появился убегающий киллер и хватило для того, чтобы тело переложить из нее на тротуар. Камеры, которые вели съемку с других позиций, в этот момент не работали. Что касается сопровождающей Немцова девушки, то судя по некоторым публикациям, она также могла участвовать в сговоре. И по мосту она шла не с Немцовым, а с тем человеком, который убегал затем из-за снегоуборочной машины. Он и помог вытащить тело политика из автомобиля. В общем, любителям заговоров здесь есть куда разгуляться. Одной из первых версий убийства, которая высказывалась, стала так называемая украинская версия, согласно которой разобраться с оппозиционером Немцовым, активно поддерживающим действия властей Украины, могли, например, бывшие ополченцы, вернувшиеся с востока Украины в Россию. Также рассматривалась версия о провокации, организованной боевиками из запрещенного в России правого сектора и добровольческих отрядов, действующих на стороне властей Украины. Одной из приоритетных была версия, по которой Бориса Немцова могли убить в связи с его позицией относительно расстрела сотрудников журнала «Шарли Эбдо» в Париже 7 января 2015 года, когда в редакцию парижской сатирической газеты ворвались боевики и открыли стрельбу. В результате нападения, которое считают местью за публикацию антирелигиозных карикатур, погибли 12 человек, и Немцов якобы поддерживал позицию издания и оправдывал их действия, чем и вызвал гнев мусульман. На следующий день после убийства, 28 февраля 2015 года, президент России поручил Следственному комитету ФСБ и МВД создать единую следственную группу и взял расследование под личный контроль. Уже в марте в Ингушетии и Подмосковье были задержаны предполагаемый исполнитель преступления, бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев и его сообщники, братья Губашевы, Хамзат Бахаев и Тимирлан Скирханов. Басманный суд арестовал всех по обвинению в убийстве по найму и незаконному обороту оружия. Еще один подозреваемый погиб при задержании. В июне 2016 года Следственный комитет заявил о завершении расследования. 13 июля 2017 года суд приговорил Дадаева к 20 годам лишения свободы. Его сообщники получили от 11 до 20 лет. Первоначально Заур Дадаев заявлял, что решение об убийстве Немцова было принято из-за его высказываний в поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. Позже отказался от признательных показаний, заявив, что они были даны под давлением и под диктовку, а у него самого есть алиби на момент совершения убийства. Выступая в суде с последним словом, Дадаев попросил прощения у матери и заявил, что он не убивал Немцова. В общем, кто досмотрел до конца, не забываем подписываться и ставить палец вверх. На сегодня все. Пока!